Ну чё, давайте, подключайтесь. Пережаём. Всё, всё. Нормально. Сэш. Как рэнч? Да нормально, проехали 122 километра. В режиме обкатки. Тихо-тихо катаемся, привыкаем друг к другу. Ну, чё, в принципе, как я и говорил про эту машину, на нём очень кайфово ехать ласково, спокойно, не нарушая правил дорожного движения. Он как рэнч. Вот. Ну, как бы, нормально я буду балансировать, я считаю, между Иксом, который просто, сука, дикий, вообще просто наглого отмороженная тачка получилась. М5, которая просто постоянно наваливает боком и сжирает просто всё. Расходники, резину и так далее. И, в принципе, чё, вот рэнч и роллс. Роллс я всё равно куплю. И я всё равно к нему стремлюсь и буду собирать деньги на него. Вот. Поэтому роллс у меня как бы не опал. И я всё равно его хочу. И он у меня будет, наверное, именно будет тот, который я снимал. Такой же чёрный, со светлым салоном. Буду ездить, кайфовать на роллсе. Я думал купить рейс или гост, но как бы рейс, он, знаете, для молодого хулигана. Ну, то есть, как бы, такой тип самый несерьёзный. Я хочу, чтобы у меня там было заднее сидение, там будет ребёнок на этом, как это называется-то забыл, на кресле. Вот. В кресле. Ребёнок будет в кресле. Я такой буду взрослый, папа-давидыч, ехать на роллсе, а сзади будет мелкий. А скоро мелкий, потом будет со мной сниматься в тест-драйвах. Ну, кайфовать будет. Я его научу, там всё объясню и самое. Так, так, пожалуйста, проходите. За шкирку его я также буду свой выводить, за шкирку. Так. Как мелкого назову? Слушай, интересно. Ну, мне очень нравится имя Марк. Ну, по-моему, мелкого Марка назову. Даже реальные просто. Как же мягенько, ласково, мягенько. Тебе массаж делают? Нет, на отключе. Вы это делаете? У меня делают постоянно. Ну, пошёл, пошёл. У меня массаж прям постоянно. Спина, задница, всё делают. Даже не на это. Ты задницу мне делают? Нет, у меня всё делают. У меня прям разминает спину идеально просто. Мне очень нравится. Прям кайф. Он тормозит очень хорошо. Я, кстати, вот... Вот я тебе говорю, вот в нём всё хорошо, только переживания за поломки. Всё, больше нет. Переходи в Beeline. Х5 не твоё... Х6 не твоё? Нет, ну, как бы... На самом деле, в новом кузове Х6 более красиво смотрится, чем в старом кузове. Мне больше нравится. Почему в окружении столько дебилов, считающих себя самыми умными? Что с ними делать? Ну, Боря, это жизнь такая, чё? Смотрим с девчонками в Ютубе твои блоги. Классно. Молодец. О, Рина, мы уже с тобой сегодня общались. Молодцы, девчонки. Молодцы. Дайте Давидович посмотреть. Салам, русский босс. Сколько пробег? Пробег, я ж показал. Вот. 123 километра. А, я и не знаю. Да, он узнает. Эрик, поделись секретом успеха. Да нет никакого секрета успеха. Просто надо работать, блядь. Нельзя обманывать людей, быть пиздоболом, отвечать всегда за свои слова и работать, стараться. И всё, и быть, блядь. Любить своё дело и любить людей. Кто я по гороскопу? Я рак. СКР доехал. Да, да. Чё там, переживаете за следственный комитет? Нормально всё у него. Всё, мы с ним уже пообщались. В чём была суть спора? Как бы, я не могу говорить. Я когда, это самое, я когда на парковку, да, парковку выключить. Вот, я когда захочет этот человек сказать, кто он и предмет спора, я это всё озвучу без проблем. У Гриши розыгрыш был. Выиграл, пошёл бороться с оборотнями. Какой Гриша, блядь? Включим музыку. Номера нормальный сделал? Нет, номера обычные. Так. Спасибо большое. Давай, давай, давай. Ну, поехали. Вот самая музыка, кстати, для ровера. Слушайте, по поводу комплектации машины, тут самая максимальная комплектация, какая бывает. Вот всё, что, блядь, существует в Range, здесь есть всё вообще просто. Вот всё. Музыка, меридиан, блин, дерево, да всё, короче. Всё, что можете себе представить, тут есть всё. Продувки, сиденья, масса. С сиденьем очень удобно. Ну, в принципе, вот мне его ласкость и мягкость очень нравятся. Я, конечно, от этого кайфу. Ну, и, соответственно, я когда сейчас буду на костюме каждый день, я буду очень стильным персонажем. Автобиография, да, конечно. Парша сосёт у ровера. Парша будет сосать у ровера, только при том условии, если я на этом ровере реально буду год ездить, он, сука, меня не достанет и не развалится, и я не буду залипать в сервисе. И вот если он будет залипать в сервисе, то я об этом, соответственно, скажу, как есть. Не будет залипать, значит, не будет. Привет из Челябинска. Ярик, приезжай в Сочи. В Сочи? А что там делать? Хотя можно и съездить. Поздравляю с покупкой. Поздравляю с покупкой. Поехали, поехали, мой хороший. И шумоизоляция крутая, стёкла двойные здесь вообще. Вот это, конечно, круто. Давайте, давайте, буду говорить с вами, давайте. Он на обкатке, да. Что знаю, а где я валю? Я еду 80, 100, макс. Где валю? Количество оборотов что-нибудь не видишь? Ну, да, я думаю, масло залью у него нормально. С криптонита надо искать, у меня нет. Сходу, сходу не найду. Включи блютус. Так сам включи чё-то. Источник, опа. Блютус. Так, и чё? Сейчас я не пойму, что это фсбш. А чё у тебя? А, нет, у меня может по-другому называется. Хотя, примерно, сейчас. Так, пульс. Собинили устройство, наверное? Нет. Выберите вариант. Автомобиль к устройству. Устройство к автомобилю. Бля, ты понял, какая завороченная тема? Он и так, и так может. То есть, автомобиль сейчас ищет твоё устройство. Сейчас найдёт твоё устройство. Сколько налог за него? Да хер его знаю. Сколько он сил тут? Да, 510. Налог 80 тысяч. 80 тысяч? Ну, с виду, нормально. Чё, ищет айфон, да? Нашёл? Я не знаю, как он зовут сейчас. Ну, вообще, айфон, по идее, должен. Я попробую. Когда икс покажу? Мало кто прислал версии, я не знаю, кому что прислали. Я нашёл сегодня одного чувака, который очень близко отрисовал реальную картинку по иксу, как он будет выглядеть. Чё такое Ливан? Это... Дружбан Тимоти. Из Блэксар. Ну, Ливан. На самом деле, да. Ливан и Ливан, это одно и то же? Ну, зовут его Ливан, он сделался Ливан, типа. А, говорят, на такой же машине ездят, на какой-то такой же. На Рейнджер ездят. А, да, тоже? Только белые. Молодец. Поздравляю. Вот это подойдёт, лучше песня. Прям как Сан-Андрес. Это вы заказы. Ну, посмотри, какой-то чиновник, да? У него номера ОМОТ-7-7, он имеет право ездить на мигалке. Но он же не ездит на мигалке. Хороший сыграл. Ну, это, скажем, у водителя, а не чиновник. Здрасте. Нет, сидит сзади, чувак. Врачки в норме, сиди в подарок, автор. Почему другие так не могут быть, интересно? А? Тут, тут. Можно? Не-не-не. Слушайте, а вы, по-моему, имеете право на мигалках ездить, да? Я говорю, вы, по-моему, имеете право ездить на мигалках. Нет? У вас такие номера, нет? А мы подумали, чиновники культурными стали. Нет? Ничего не изменилось, скажи, блин. Нет-нет, а говорит, нет-нет. АМО, а, чё, я путаю. АМО у него не АМР. У него АМО, обычный номер, чё, я как лох лошуста. Вот, видите, 2000 оборотов, и всё, переключается дальше. Я его не мочу. Я его ласковым обкатываю целый день. Колодочки сейчас притрутся. А спереди 8 прошли? А, я не знаю, даже. Тормозит, правда, как-то очень хорошо. Он очень хорошо тормозит, да, надо посмотреть, почему, по какой причине. По какой причине он, если тормозит хорошо. Бенц? Ну, да, сюда 98-й только. А, вот он, блядь, мстит у него. То, что я её не купил. Понял? Не помню, такой доверывания. Смотри, как сидит. Ну, как на гелике. Тёлка как на гелике едет, ну, реально. Её не видно там. Она, короче, сидит ромбиком. А вторая тёлка сзади лежит, короче, с неба сзади, понял? Отвлекает её от дорожной обстановки. Она, блядь, сейчас поцелует торпеды, по-моему. Она, блядь, не только торпеды поцелует, мне кажется. Здесь какой-то блудняк на дороге тоже. Всем пока. Всем, я надеюсь, сегодня был у всех хороший понедельник. Я сегодня старался быть с вами большое количество времени. Я сегодня вёл много эфиров. И спасибо вам большое за то, что вы тратите своё драгоценное время на меня, на разъебая. Трать просто вообще всех, кого тут можно. Тот, который есть на самом деле каждый день. Первый раз писал «Ты не разъебай». Ну, да, да, что-то я погорячился. Разъебая вон справа, на лекусе. Что за трек сегодня в нём звучал про гонки? Это трек Нагана Басты, Васи, моего друга и брата, который мне подарил на день рождения этот трек. Вот. Да, да, я нормальный, всё, извините, что я так на себя сказал. Я понял, короче, народ обиделся, то, что я сказал, что я разъебая. Они мне самокритичен, да. Они мне сразу, чё ты, ты чё на Давидовича сказал, рот закрой, сынок. Быстро меня как бы на место поставили. Ну, правильно, да, согласен. Разворачиваться как можно. Ранжеровер ещё и разворачиваться можно. Как автон. Где ты поставил свой ФСБ-шный автомобиль? Спрятал, блядь, в засаде его где-нибудь. А его уже видели сегодня? Вот оно. Ага, спрятанный, грязный. Никто и не пали. Мы номера не пали мы его? Нет, я понял. Ну всё, чё, пока. Чё, завтра пол-одиннадцатого? Завтра пол-одиннадцатого в порту. Всё, давай, Давидович, завтра, короче. Помидоры, огурцы из тебя свежие. Блядь, кто-то должен с утра заехать в магазин. Помидоры, огурцы. Можешь ещё одноразовые эти взять. Тарелочки? Да, да. Базурна, короче, напиши список, чё. Да, хорошо, хорошо. Давай, давай. Вот я остался один. С ФСБ-шником так интересно ездить. Стоп, всего интересного мне рассказывают постоянно. В последнее время, чё-то, много всего происходит в мире. Так. Ровер хорош. Ну, вы знаете, чё, я же с самого начала говорил, что он реально классный и реально крутой. Единственный вопрос к этой машине, это надёжность. Больше у меня к этой машине вопросов нет. Если машина реально не будет ломаться, я буду вообще счастлив просто. Сколько литров двигателя? Здесь 5 литров и 510 лошадиных сил на компрессоре. Ему достаточно для комфортной езды, для сильной комфортной езды ему достаточно. Всё, спасибо большое, что вы сегодня были со мной. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok